Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Вновь мы на природе и продолжаем испытывать обновленную Cessna 150. После прошлого запуска сделали доработки, которые выявились у нас при первых полетах. Это немножко увеличили стабилизатор. Чуть позже покажу в сравнении со старым вариантом. И за счет некоторой перекомпоновки оборудования сместили центровку чуть-чуть вперед. В частности, батарея осталась на месте, но регулятор переехал в самый нос. За счет веса регулятора центровка чуть-чуть сместилась вперед. Я думаю, сейчас будет все нормально. Как видите, центровка порядка 25% получилась. Думаю, должно быть нормально для этой модели. Вот так как мы сегодня на другой дороге, попробуем взлететь с земли. Чуть-чуть дам закрылочки, чтобы полегче оторвалась. Так, да, правильно сделал, чтобы проверил управление. Один элерон, похоже, отцепился. Всегда перед взлетом нужно делать такую проверку. Вроде бы все должно быть нормально, но вот такие казусы бывают. Ставишь крыло, где-то провод зацепился, разъем вылез. И второй элерон работать не хочет. Да, вот он действительно подвыпал маленько. Вот теперь оба элерона зашевелились. Когда крыло дергаешь, разъем как-то слабенько держится. Проверим, если нормально полетит, так его на клей нужно будет посадить. Так, еще раз проверяем управление. Вот теперь все нормально. Немножко ветерок справа, поэтому буду подруливать по ходу дела. И стартуем. Ух, да. Хе-хе-хе. С земли все-таки надо стартовать более активно. Вот так. И взлетели. Закрылки можно сразу убрать. Тремер максимум. Требуется триммирование, конечно, с новым стабилизатором. Самолет идет в набор высоты. Но летит спокойнее. Уже сразу можно сказать, пошел он гораздо спокойнее. Так, сейчас я его посажу. Сделаем регулировки. Шесть минут. Эх, зацепил траву все-таки. Чуть-чуть разогнул тягу, чтобы руль высоты смотрел немножечко вниз. И вернул триммер обратно в центр. Теперь диапазон триммирования снова у нас полный. И можно снова запускать модель. Ну вот, отлично. Убираем закрылки. Сейчас даже уже немножечко вверх можно оттриммировать. Ну вот, теперь совсем другой разговор. Чуть-чуть увеличенная площадь стабилизатора и модель как будто подменили. Никаких нырков, никаких рывков. Летит ровно, летит спокойно. Чуть-чуть побыстрее старой Cessna. Ну, в принципе, так она и должна летать. Вес немножко в модели добавился. В первую очередь за счет оборудования, конечно. Но, тем не менее, из-за этого веса скорость тоже выросла. Плюс чуть-чуть меньшая площадь крыла за счет вот таких скосов копийных. Так же у нас в планах есть сделать прямое крыло, как это было на старой Cessna. Ну, уже под размеры вот этой модели. То есть размах чуть больше, ширина чуть меньше, чем у старого самолета. И проверить, как эта самая модель поведет себя в воздухе еще и с более крупным крылом с большей площадью. Вот, теперь самолет мне полностью нравится. Летает четко, управляется отлично. Можно даже буквально рядом с собой походить. Вот теперь это действительно тренер. Отличный самолет с прекрасной управляемостью. Если сравнивать с предыдущим нашим тренером Як-12, то характеристики примерно такие же. Чуть меньшая скорость за счет более широкого крыла. Ну, это отход от копийности, конечно. Если на Як-12 крыло было копийной ширины, то здесь сделали крыло чуть более широким. Вот как раз это позволило немножко уменьшить скорость. И самолет полетел просто замечательно. Это, конечно, не пилотажка, но кое-что она должна быть способна. Сейчас добавлю оборотов. Поднимусь повыше и посмотрим. Для выполнения петель лучше сильно ручками не размахивать. Самолету нужна скорость. Если слишком резко перерулить, то модель вот так вот переворачивается на левое крыло за счет реактивного момента от винта. Одна минута. Все-таки короткий хвост имеет свои недостатки в этом плане. Ну что ж, аккумулятор у нас, похоже, подсаживается. И пора заходить на посадку. Выпустим закрылки. Посадочный режим. Самолет, кстати, с закрылками идет вообще ровно. Сбавляем обороты. С боковым ветром, конечно, тяжело садиться, но это возможно. Ну что ж, друзья, как видите, диагноз этой модели был поставлен правильный. И небольшое увеличение стабилизатора выправило полет в лучшую сторону. Самолет летает нормально. Есть, конечно, некоторые особенности на пилотаже. Опять же, я еще раз повторюсь, что не надо слишком размахивать ручками. Не надо слишком резко дергать руль высоты. Но с большим стабилизатором самолет ведет себя более спокойно. Даже на пилотаже, даже где-то на фигурах на каких-то. Но для того, чтобы крутить пилотаж, нужна скорость. Нужны обороты и свежезаряженный аккумулятор. На посаженной батарее, конечно, пилотажить тяжеловато. Ну и для сравнения. Вот у нас две Cessna. Одна с ДВС, вторая с электромотором. И можете сравнить стабилизаторы. На электричке стабилизатор увеличен, новый вариант. Но на ДВС варианте оставили старый, какой был изначально. И вот можете сравнить, в чем разница. И что дало такой эффект в плане управления. Ну что ж, на этом, можно сказать, модель мы окончательно довели. Самолет полетел, полетел замечательно. И теперь уже могу с уверенностью сказать, что конструктор обновленной Cessna 150 у нас выходит. В скором времени вы его увидите в нашем интернет-магазине. И вот такой, чуть более шустрый, конечно, чем старый вариант. Но, тем не менее, это хороший тренер. Очень спокойно и четко управляется в воздухе. Летает чуть шустрее, но, опять же, не так зависим от ветра, от погоды. И думаю, что такой самолет вполне можно рекомендовать как первую модель для обучения. Ну и еще один момент. Как я уже говорил, будем делать прямое крыло для этой Cessna. Практически так же, как было на старом варианте. То есть, без стреловидности по задней кромке. И элероны более длинные будут. Также почти весь размах крыла. Так же, как было на первом варианте. Проверим, как модель будет летать с тем крылом. И, если все в порядке, будем предлагать два варианта конструктора. С более копийным, более красивым крылом и с увеличенной площадью. Ну, а на сегодня наш полет подошел к концу. Если вам понравился этот вариант, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. И, конечно, ждите наших следующих полетушек. Тем более, что впереди у нас Cessna с ДВС двигателем. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok